Мы хотим, чтобы нашу площадку детскую обгородили, чтобы ни коровы не ходили, чтобы не мусорили туда же нас что-нибудь поставить, урну какую-нибудь хотя бы рядом здесь, детской площадкой, чтобы было все красиво и цивильно. Горки хотя бы поменяли, качели новые поставили. Почему у нас не может быть так же красиво, как в центре? Ну, мы рожаем, детей полно, а что у нас как у нищих? Да, вот, пожалуйста. Мы еще не красили, потому что у меня руки даже, руки не лежат уже к этому, потому что сколько я говорю, никто не слышит. Вот смотрю, вам показывают, вот по детской площадке уже, вот они катают дорогу, вот она, качели, вот дорога, а рядышком вон еще одна дорога, там еще люк открытый в траве, так что прямо это просьба, это просьба большая, обратить внимание вот на эту нищенскую, ну столько детей здесь, не все дети, сейчас вот еще, сейчас еще больше придут. Правильно, нищенская, да? Нищебродная. Вот сегодня 18 августа, мы здесь убираемся, и вот идет стадо коров на нашу площадку, на детей, вот смотрите. Сколько я могу говорить, сколько можно просить? Вот дети, вот корову. Пожалуйста. Давайте загородим, давайте облагородим, ну и давайте, и давайте, а никто не слышит. После ударника чаепитие. Вот, молодые мои красивые мамы. Людмила Сыряпина, она молодец у нас. Вот Юлечка тоже хорошо поработала, мама многодетная. Вот Сыряпина, Людмила, торт напекла, картошки им наварила, что там, сосиски. Смотрите, как с удовольствием дети, как дети с удовольствием все это общаются. Да, замечательно. По моему мнению, сразу перодили нам площадку, мы все выбрались, постульчик купили, каждому ребенку принесли стульик. Поставили так же, можно было вечером потаскать. Конечно. Мы бы закрыли бы дверь, открыли бы на замке, и все, не коровы, коровы ходят. Надо загородить, чтобы сделать из нищебродской площадки нормальную, хорошую площадку. Чтобы всем нравилось, и всем было удобно. И детям, и нам, мы не переживали за детей. Да. Ни машина не заехала, и корова не зашла, правильно? Да, да.